Всем привет! Меня зовут Алена. Сегодня мы вместе с вами будем собирать косметичку на отдых. И в конце этого видео будет конкурс, где я буду дарить одной из вас очень классную сумку. Ну что, прежде чем собирать всю косметику, я предлагаю выбрать правильную косметичку. Потому что важно, чтобы вся ваша косметика приехала в целости и сохранности. Я предлагаю использовать вот такие вот косметички, которые на молнии, и они сами по себе мягкие. Внутри у них как будто прослойка с поролона. Для зубных щеток, пасты и мыла я предлагаю взять вот такие вот силиконовые прозрачные косметички. Потому что вам в чемодане будет потом легко найти эти все предметы, все жидкости. Очень удобно перевозить в вот таких вот пакетиках. У меня они от фирмы Freckenbock. Называются они пакеты-слайдеры. У меня есть такие вот более коротенькие, с таким бегунцом. Есть просто на вот таких вот двойных застежечках. Они, кстати, абсолютно не протекают. Я, например, все шампуни, гели для душа паковала в такие вот большие кулечки. Итак, первое, что не стоит забывать, это солнцезащитные средства. Для себя я беру максимальную защиту SPF 50, потому что у меня аллергия на солнце. А также обязательно покупаю гель после загара. Он охлаждающий. Также не забывайте какие-то средства от солнечных ожогов. Поверьте, они понадобятся. Если не вам, то вашему соседу по лежаку. Можно взять классический спрей пантенол от ожогов. Или же вот такой вот гель алоэ вера. Это у меня в чистом виде 92%. Или вот такой вот комбинированный, там где гель алоэ вера, идет вместе с лосьоном для кожи. Конечно, вот такие вот банки возить очень неудобно. Стекло может разбиться. Это очень много занимает места. Поэтому в магазинчиках по типу фикс прайс можно найти вот такие вот пустые баночки. Они бывают с вот такой вот помпой, которая, кстати, фиксируется такой скобкой и точно не будет сама нажиматься у вас в чемодане. Или можно взять вот такие вот самые обычные с откручивающейся крышечкой. И здесь сверху у них идет специальная такая защелка. Если же вы планируете поездку всего лишь на пару дней, предлагаю вам в том же фикс прайсе посмотреть наборы тары для наращивания ногтей. Там есть вот такие вот маленькие удобные баночки, в которые, например, удобно помещать крем под глаза или обычный крем для лица. Короче, это очень сильно экономит место. Что касается ухода за кожей, я рекомендую не брать вам с собой большие банки молочка для тела или крема для лица. Лучше возьмите какие-нибудь миниатюрки, которые у вас завалялись или остались от каких-то бьюти боксов. Или же еще один вариант взять только один продукт для увлажнения. В частности, я люблю брать вот такие вот сыворотки или флюиды. Вообще, это средство для области вокруг глаз. Но все мы знаем, что такие продукты самые деликатные, они очень быстро впитываются. Поэтому почему бы не использовать его на все лицо. Также я с собой беру на отдых обязательно какой-то парфюм. Со своего опыта скажу, что лучше всего выбирать какие-то вечерние ароматы. Потому что, ну, днем на пляже, серьезно, кто пользуется духами. В общем-то, все мы там купаемся в соленом море, наслаждаемся отдыхом. А вечером обычно куда-то хочется выйти или посидеть в каком-то ресторанчике, или пойти тусить на дискотеку. Поэтому вот вечерний вариант и самое оно. Конечно, не стоит тащить вот такие вот стеклянные банки. Например, на Алиэкспресс есть специальные такие флакончики дорожные для транспортировки духов. Что касается декоративной косметики, первое, что обычно мне нужно, это карандаш для бровей. И лучше, если он будет водостойкий. Также я взяла бы с собой пудру для лица. Я знаю, что сейчас многие могут не согласиться, но позвольте мне немножко объяснить. На море я очень быстро загораю. Но становится очень красным. И на фотографиях мое лицо похоже на какой-то подгоревший жирный блин. То есть оно ужасно блестит. Поэтому только в те моменты, когда я знаю, что буду фотографироваться, например, мы идем на экскурсию, я немножко припудриваю Т-зону. Причем я беру пудру транспарентную, та, которая белая и без цвета. Потому что не всегда удается угадать, какого ты оттенка будешь после загара. У меня, кстати, вот эта вот самая простая. Покупала я ее на Алиэкспресс. Она уже идет с пуховочкой. Это очень удобно, чтобы не стащить с собой миллион кистей. Что касается макияжа глаз. Все должно быть очень быстро и просто. А для этого идеально подходят кремовые тени. Конечно, лучше брать не вот такие вот светлые. Просмотритесь более к бронзовым цветам. Очень красиво будет выглядеть с загаром. Они очень приятно наносятся и очень стойкие. Даже в любую жару у вас ничего не скатается и не потечет. Если же ваш отдых не только ограничивается морем, но вы любите еще потусить в клубах, конечно же, лучше взять палетку. Моя любимая от BH Cosmetics. Удобно, что она сделана как будто на магнитах. И сколько я с ней не ездила, ничего не разбилось. Оттенки здесь есть самые разнообразные. И матовые, и шиммерные, и вот такие вот яркие для, например, фотосессий на пляже. Также здесь есть зеркало удобное. Более светлые и темные румяна. В зависимости от интенсивности вашего загара. И также два хайлайта. Если же вы не любитель яркого макияжа, вам будет достаточно только подводки для глаз. Или же вот такого жирного каяла карандашика для глаз. Подводкой мы можем делать себе стрелки. Лучше опять же водостойкую брать. Что касается карандашом, здесь более универсально. Мы можем здесь делать и стрелки им. И можем разнести пальцами, сделать с макияж в клуб. В общем-то смотрите, какой макияж вы больше предпочитаете. Что касается продуктов для губ. Опять же, все зависит от вида вашего отдыха. Если это просто море и вечером пройтись по набережной, это какой-то увлажняющий блеск для губ. Тинтовый можно, с такой легкой розовинкой. Или же просто гигиеническую помаду с хорошим SPF. Если же мы едем тусить, лучше брать матовые, стойкие помады. Постарайтесь не набирать слишком много. Особенно, что касается косметики. Поверьте, вам будет очень лень на такой жаре что-то там себе вырисовывать. Ну что, самое время приходить к конкурсу для моих подписчиков. Интернет-магазин mykite.com.ua приготовил вот такую вот классную и вместительную сумку. Как видите, сумочка сделана из плотной ткани. Удобно, что у нее такое твердое дно. То есть она может и складываться. И при этом вполне хорошо держит форму. Удобно, что у нее очень много карманчиков. В том числе два кармана справа и слева для бутылочек с водой. Сумка идет на молнии. Внутри у нас подкладка, сделанная как будто из плащевки. И, конечно же, кармашки. Один на молнии. И три вот таких вот открытых для всякой мелочевки. Сумка сделана очень качественно. Она нереально вместительная. Правила конкурса очень простые. Чтобы выиграть такую же сумочку, как у меня, вам нужно подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Подписаться на канал интернет-магазина. Все ссылки я оставлю внизу. А также написать в комментариях, что чаще всего вы забываете взять с собой на отдых. Конкурс будет длиться две недели. И победителя я объявлю у себя на странице ВКонтакте. Как всегда, желаю вам удачи. Спасибо вам большое за внимание. А я вас всех целую. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok